Мы сегодня продолжаем говорить про модули в Node.js. И сегодняшняя тема это пакеты. И мы попробуем сделать такие пакеты, которые бы могли подгружаться как в режиме Common.js, так и который для ноды всегда был одним, или же в режиме ECMAScript модулей в новом. Давайте начнем просто с пакетов. Конечно же, вы можете в своем проекте сделать просто под папку, положить в нее файл package.json, положить туда свои JavaScript файлики в формате Common.js, которые через модуль exports, как мы вчера делали, вот таким вот образом будут что-то экспортировать. В пакетже вы напишите точку входа, вот так вот, main.js. Называться может как угодно, главное, что в ключе main будет прописано имя этого файла. Можете также писать через какой-то путь, то есть вы можете там его в лип положить, или же можете написать это вот таким вот способом. Ну, это понятно. Теперь как их подгружать? Подгружаются они разными способами, и можно частично подгружать пакет, можно его подгружать действительно как пакет, а можно подгружать не только JS файлы, но еще и JSON файл, вот package, его тоже можно из пакета прочитать. Но можно еще, конечно, пакеты и обычно так и делают, их кладут в NodeModules. Но это не обязательно, мы сейчас посмотрим, что можно их и в подпапках класть. Давайте вот таким вот образом. Сначала мы подгружаем подпапку, потом подпапку со слэшом, потом с точкой после слэша, потом подгружаем вот один файл main, но не указываем расширение, потом указываем расширение, но этот файл, который основная точка входа. Потом вот какой-то у нас есть там утилитный файл, тоже без расширения и с точкой входа, потом хотим подгружать пакет, и у нас, наверное, там есть пакет.js файл. И вот нас интересует, что же подгрузится, JS или JSON файл, потому что если мы не указываем расширение, то у него есть какая-то последовательность, в которой он ищет, где же этот файл может находиться и какое у него может быть расширение. Давайте первый пример запустим. Что мы видим? Значит, когда мы загружаем... Так, так, так. Вот просто обычный точка слэш пакет 1. Без всего. То мы что получаем? Мы получаем то, что у нас прописано в точке входа в пакет JSON. Откуда оно взяло, что именно нужно подгружать main.js? Оно взяло это из пакет JSON. Если мы указали точку или просто корневой каталог этого пакета, оно тоже все это дело, вот все вот эти три варианта, оно прочитало, что main.js нужно из пакет JSON брать. Тут все понятно. Дальше, когда мы под модуль хотим какой-то из этого пакета загрузить, ну мы его указываем просто. Но мы можем указывать расширение, а можем не указывать. Естественно, что если мы не указываем расширение, вот как в этой вот J1, вот в этом примере, где просто пакет, мы видим, что в J1 загрузится точка JS. Но если мы указываем расширение, вот написали тут package.json, и тогда у нас из этого пакетжа вообще только один файл загрузится. То есть, по сути, у нас в первых трех вариантах у нас загружается пакет. А во всех остальных у нас загружается один файл. Ну, то есть, просто как обычно, require работает без обращения к файлу package.json. Только вот в этих вот трех у нас читается ключ main из package.json, и загружается соответствующая точка входа. Еще раз смотрим, что получилось. Ну, тут все понятно. Так, идем. Дальше мы кладем package 2 в ноды modules. Он практически такой же тут. И у нас тут тоже точка входа. Main.js. И мы точно так же его подгружаем. Только уже теперь, в отличие от того, как мы в package 1 в require писали точка слэш, то есть, указывали каталог напрямую, то теперь нам не нужно указывать каталог, а мы просто пишем название модуля. А он уже может находиться или в ноды modules тут, или на самом деле, если он тут не найдется, то, значит, нода выйдет на каталог вверх, будет искать тут ноды modules, и в нем найдет package 2. Давайте это дело проверим, как это сработает. То есть, теперь мы не привязаны ни к относительным путям, ни к абсолютным путям. То есть, мы вот так вот загружаем просто package 2 по имени, а в какой папке он найдется, это уже, собственно, задача ноды. Это дело определить. Значит, давайте это дело запустим. Тут все те же самые строчки, которые, все варианты загрузки, которые в первом случае, видим, что они все сработали. То есть, вот первый, второй, третий загрузилась точка входа в main.js. Ну, а дальше вот эти вот все тоже сработали. Давайте мы все это дело переложим теперь из ноды модулей, вот этот package 2, перенесем на папку вверх, то есть, в корневой каталог проекта. То есть, у нас есть наш файлик.js, который мы запускаем, и он хочет найти package 2, а в ноды модулях его нет. Что в этом случае произойдет? Ну, оно на самом деле не должно его найти. Вот, вы видите, оно ничего не нашло. Почему это произошло? Потому что тут нужно тоже, если на папку вверх, то тогда в ноды модули положить надо. Так, ноды модульс, и мы туда переносим. Такс. Все, теперь должно находить. Мы видим, что пакет работает точно так же. То есть, теперь мы к нему обращаемся по имени, но находится он на папку вверх в других ноды модулях. Сейчас, момент. Давайте разберем, каким образом. Мы теперь тут ни относительного, ни абсолютного пути не пишем, а просто вот начиная от корня пакета. То есть, теперь нода найдет пакет, пакет, и дальше уже от него, начиная плясать, мы или корневую точку входа берем, вот мы ее можем обозначать как слэш, как слэш точка, ну, или какие-то файлы, которые лежат в корне этого пакета. Main, main.js, utils, package, ну, короче, вот все остальное, это уже мы загружаем, ну, какие-то части, фрагменты пакета, загружаем их просто как один файл. Да, то есть, вот мы можем загрузить как один файл main.js, но как минимум, где этот main.js брать, путь к пакету будет искаться нодой в ноды-модулях. Сначала в своих ноды-модулях, потом, значит, она пока не дойдет до корня диска, на котором все это происходит, значит, она будет искать папки ноды-модуль выше и выше. Ну, можно это на самом деле там и запретить, чтобы она не искала. Смотрим дальше. Теперь у нас следующий пакет, мы хотим подгружать третий, и он у нас уже common.js формата, нового common.js формата, то есть файлы у нас с расширением mgs, в пакет.json у нас происходит что? Точно так же прописана точка входа, только с расширением mgs. Тут у нас, на самом деле я закомментирую, те варианты, которые не пройдут, конечно же, потому что в mgs нужно точно указывать расширение, мы не можем написать просто вот так вот utils, мы должны написать utils.mgs, чтобы он подгрузился. Так, загружаем теперь третий вариант. Видим, точно так же у нас нашлась точка входа, в первых двух нашлась, а во-вторых мы загрузили только один подмодуль. Еще раз смотрим, как мы загрузили один подмодуль, ну вот так вот указывая полностью mgs. Тут загрузится точка входа, которая в package.json прописана. Тут мы указали конкретно, что загружать, так что все в порядке. А, и еще что мы в прошлую лекцию смотрели, что у нас из импорта, да, кстати, тут мы заменили require на import, потому что если мы тут будем подгружать command.js пакеты при помощи require, ну мы не загрузим их, он не умеет их загружать. При помощи импорта можем, но дополнительная штука, которая нам еще теперь нужна, это promise all, для того, чтобы подождать, когда, потому что импорты, все эти импорты возвращают промисы, и нужно все эти промисы подождать, чтобы мы получили ссылку уже на то, что пакет экспортирует. Идем дальше, смотрим, так, теперь мы хотим сделать таким образом, чтобы у нас файлы были внутри пакета по стандарту ECMAScript модулей, но при этом, чтобы расширение у них было JS, ну потому что вот это MGS, это что-то странное. Вот мы хотим, чтобы было вот так, давайте заглянем в эти файлы, чтобы тоже понимать. Ну вот тут экспорт, вот ECMAScript модулей, вот тут экспорт, то есть нету use strict, и мы видим, что можем тут импорт какой-нибудь написать для примера, но в общем, в результате, чтобы это работало, мы в пакет JSON должны написать вот так вот, type module, то есть, когда мы указываем в пакет JSON новый тип пакетов, то он уже будет из просто JS файлов сразу загружать ECMAScript модули. Как мы хотим принудительно написать, ну такое вряд ли вам тут понадобится, но потому что по дефолту common.js, вот мы common.js тут пропишем, теперь оно будет эти файлы обрабатывать, как будто это обычные старого образца common.js нодовские пакеты. Так, это четвертый, да, видим, что он не находит ключевого слова экспорт в двух файлах, короче, ругается. заходим и меняем тут на модул, теперь загружаем все это дело и видим, что все нормально загрузилось, то есть у нас main.js загрузился, взялся, естественно, из точки входа, из main.js файла, но он как вот ECMAScript модуль и фрагмент пакета загрузился, то есть этот вот из packet 4 utils.js тоже нормально загрузился. Так, теперь давайте посмотрим, у нас есть еще некоторые директивы у пакетов, в packet.json можно, вот сейчас пятый пример, можно прописать экспорт, скажем так, примапить его к каким-то путям, вот мы хотим, чтобы когда кто-то загружает наш пакет slash utils, да, вот модуль, какой там модуль, модуль 5, slash utils, чтобы в этом случае загружался вот файл utils.js, да, причем, чтобы он был еще и по формату ECMAScript модулей. Ну, а когда кто-то просто наш пакет загружает, то в экспорте вот так вот через точку можно указать точку входа. В принципе, лучше ее продублировать в main и сюда, чтобы и там, и там была одинаковая, потому что менеджеры пакетов бывают разные, кто-то это через npm делает, мало ли, может я только npm пользуюсь, может какие-то другие пакетные менеджеры там или сборщики или что-нибудь такое, может им нужно будет и там и там, или какой-то он будет читать, допустим, этот старый main, или какая-то старая версия ноды будет его читать, которая там экспорта, хотя старая версия ноды не загрузит вам ECMAScript пакеты, в любом случае какие-то могут быть утилиты, которым нужно и то, и другое, я бы дублировал, значит, теперь вот как мы такой пакет можем прочитать, вот package 5 мы его прочитаем, да, через импорт и package 5 utils, и мы знаем теперь, что package 5 utils, это точно так же, как fs slash promises в библиотеке, которая работает с файловой системой, есть пакет и его под пакет, значит, какой-то фрагмент этого пакета и мы в package.json вот указываем откуда его брать, да, автоматически оно само этот utils не найдет, что именно utils.js нужно находить, оно это не сделает, поэтому нужно указывать принудительно, ну вот мы видим все оно загружается, и последняя штука, о которой нужно сказать, это условные загрузки, когда мы хотим сделать такой пакет, который может быть загружен и как common.js и как ECMAScript модуль, да, вот мы сделаем шестой пакет, видите, у нас две точки входа будет, main.cgs и main.mgs, ну, то есть я сделаю такие две точки входа, после которых управление можно передать в какой-нибудь, значит, один файлик, который уже отсюда из обоих этих вот точек входа, он будет там импортироваться и вызываться, да, как мы это можем сделать, у нас есть два таких специальных ключа в экспорт, это импорт и require, то есть если мы будем импортом загружать, то загрузится main.mgs, а если мы будем через require загружать, то загрузится main.cgs, вот так вот, да, так, ну, а по дефолту обычно грузится вот cgs файл, потому что это там для старых версий ноды, я бы, кстати, вообще его, наверное, не cgs, а просто js написал, чтобы можно было все-таки так сделать, чтобы какая-нибудь там нода совсем старых версий, тоже этот пакет нормально обработала, ну, если вам, конечно, такое нужно, да, можно убрать cgs, хотя я думаю, что если в main, не знаю, это надо проверить, если в main будет cgs, скорее всего, даже старые версии ноды, возможно, они это схавают, теперь conditional, вот мы этот пакет 6 грузим через require и грузим его через import, давайте посмотрим, что нам ожидать, если мы через require, то мы предполагаем, что загрузится cgs, оно нам выдаст вот такую строчку package 6 cgs, а тут у нас package 6 mgs, два разных хинта, теперь запускаем этот шестой пример, так, ну вот, видим, что через require загрузился cgs, через этот самый, через import загрузился mgs, ну вот, собственно, способы загрузки модулей все нормально работают, ну, мы еще можем сделать примеры о том, как загружать пакеты, которые вот такие вот гибридные, из js файлов, которые написаны в формате ECMAScript модулей, да, давайте сюда сделаем седьмой пример, как мы назовем mgs, да, теперь у нас тут require нет, но зато есть import, но этот import можно теперь использовать просто как await import, вот такой вот, да, теперь у нас есть топ-левел await, и как положено для common.js модулей, и мы можем вот этот шестой package подгрузить, давайте, это пример седьмой, о, да, а, номер пакета, кстати, я номер пакета не увеличил, давайте сделаем еще тут package семь, чтобы у нас каждому примеру соответствовал свой package, ну, так будет удобнее, так, отлаживать и смотреть этот код, потому что, ну, во всех остальных примерах все-таки, так, так, семь, вот, все работает, а, как нам отсюда подгрузить таким образом, чтобы у нас загрузился тот подмодуль, чтобы точка входа была, которая cjs, да, вот мы хотим, чтобы cjs загрузился, но загрузился он в ECMAScript модуль, вот сюда, это тоже можно сделать, для этого нам нужно сначала загрузить библиотеку модуль, которая называется, о которой мы вчера говорили, const, так, create require мы из нее заберем, так, и import модуль, вот так вот, а теперь мы создадим себе тут require const require равно create require и сюда import ну это я объяснял вчера import meta url вот так теперь у нас есть require и теперь мы можем тут загрузить момент так сделаем вот так вот так вот и m вот так вот common и модуль значит в обычный common js мы грузим через import о, в смысле не так сейчас да, в common мы грузим через require вот common js require 7 а тут через import и теперь c7 выводим и m7 вот мы теперь хотим две разные точки входа пакетов прочитать из command js модуля так 7 о create require из not a function ага я видимо а ну конечно так create require неужели я неправильно его назвал я еще этот API не запомнил давайте посмотрим во вчерашнюю лекцию там я это делал так где-то вот тут в конце модуль так 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 вот тут вот create require from модуль а я ее загружаю другим способом слушайте эта библиотека она еще и по-разному себя ведет если ее через импорт загружать и через вот такой динамический импорт это безобразие конечно так ну вот так вот должно работать о видите ну я даже не думал что одна и та же библиотека модуль вот интересно давайте ее подгрузим двумя способами один через импорт динамический один такой и вы видим что там у нее почему она разная так для этого нам нужно тут const переписать сделаем м1 и м2 вот сюда вот м2 а сюда м1 равно импорт динамический импорт используем а сюда м2 from модуль все в порядке и теперь консоль лог теперь м1 и м2 выведем вот это еще конечно подводный камень будет так седьмой вариант так 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 create require ну конечно потому что мы ее из первого берем а должны из второй библиотеки брать вот чем они теперь отличаются вот мы хобби выводим на экран ага м1 отдает promise а м2 все понятно теперь конечно там нужно await писать естественно я await забыл да так что не забывайте импорт скорее всего нам отдаст ту же самую библиотеку которая через директиву импорт через динамический импорт и она же должна подключаться потому что иначе это был конечно был просто скандал так да действительно это та же самая библиотека подгрузилась все в порядке мы можем даже их сравнить равны ли указатели на них ну это я кстати не уверен будут равны скорее всего равны не равны указатели они видите отдельно загружаются не используются кэши то есть теперь мы понимаем что у вот этих вот импортов не общий кэш да потому что если мы подгрузим ее через импорт два раза давайте попробуем кстати я такого еще тут не делал мы ее второй раз подгружаем и должны понять что вот первый раз и второй из импорта одно и то же вылезло это значит что кэш существует да тут кэш существует у импорта а вот если мы директивой это подгружаем давайте сделаем еще четвертый у них видимо разные кэши теперь третий и четвертый сравним третий и четвертый да true ну мы видим что у динамического импорта и просто импорта разные кэши хотя это в принципе не особо правильно наверное нужно завести какую-то issue в ноде потому что это ну неудобно и нелогично вообще о кстати давайте попробуем еще что попробуем как у нас будет это работать с реквайером давайте теперь эту же библиотеку через реквайер загрузим с реквайером совпадут кэши m5 сделаем require модуль так и теперь это дело переместим сюда давайте тоже два раза ее подгрузим m5 и m6 вот интересно во-первых будет ли равно значит m1 и m5 то есть динамический импорт и require сейчас динамический импорт и вот так m5 и require не должен вроде бы да false теперь будет ли равен один кэш require другому тут должен быть равен конечно так да тут равен то есть ага и еще нужно один эксперимент провести теперь вот директива импорт m3 и от require m6 вот так ну мне кажется что тоже не должны быть равны точнее не будут равны а тут равны вот это конечно интересно слушайте вот это оказывается что у require и у директивы импорт общий кэш а у динамического импорта кэш другой но все-таки есть мы тоже проверили что он существует и это значит что если мы удалим из кэша require то значит оно очистится кэш у нас и для директивы импорт но не очистится кэш для динамического импорта ну в принципе сегодня даже что-то исследовали то что и мне было неизвестно про эти модули я думаю что это нужно донести до разработчиков ноды потому что я не уверен что там они в курсе что именно такое поведение возможно кто-то и в курсе но это не совсем ожидаемое поведение мне кажется что кэши должны быть у всех импортов одинаковые и уж тем более если у нас у импорта и require совпадают кэши то у двух импортов должны быть нормальными так ну что в принципе мы про пакеты обсудили все что нас интересует до следующего раза пока